Сегодня Всемирный День Учителя. Педагоги первые встречают нас на пороге школьной жизни. Год за годом они отдают нам все свои знания, опыт, душевное тепло. Они не только учат, но и воспитывают из нас достойных граждан. Это очень ответственно, быть в ответе за будущее страны. Мы поздравляем с профессиональным праздником школьных учителей, преподавателей колледжей, техникумов и вузов. Накануне Дня Учителя в 8-м В кипят страсти. На повестке дня выбор подарка для любимой классной руководительницы. Вопрос непростой. Хочется удивить и порадовать учительницу. Мы долго решали и решили подарить нашему классному руководителю 25 роз. Устроить праздник перед уроками. Ну так как бы, сюрприз. И конфеты. Наталья Халимовна со своими подопечными вместе с 5-го класса. Она убеждена, что хороший педагог не только учит детей, но и сам учится у них. А самое главное в преподавании – найти подход к каждому ученику. Ведь все ребята разные. Путь в профессию для нее был определен с детства. Благодаря моей маме, конечно же. Потому что у меня мама тоже учитель русского языка и литературы. И, наверное, проблемы выбора в профессии у меня не было. Потому что мы, как правило, выбираем то, что нам близко и знакомо. Я всегда ее видела за работой, видела с тетрадями. А это – будущие учителя начальных классов. Юноша здесь на вес золота. В основном слабый пол. Объединяет всех любовь к детям. Это обязательное условие профессии. Я люблю детей. Мне нравится быть в школе, узнавать что-то новое от детей. Ну, вообще, мне по душе эта работа. После практики я хочу связать свою жизнь именно с этой работой. Потому что, ну, приходишь на детей, смотришь их глаза, вот улыбки вообще, и не хочется уходить оттуда даже. Людмила Николаевна Смолина преподает уже более 20 лет. За это время ее курс «Вопросы обучения математике» прослушали тысячи будущих учителей. Свою профессию Людмила Николаевна очень любит. И студентам старается привить такое же отношение к делу. Профессия учителя, она и сложная, и интересная, и мне кажется, необыкновенная как раз тем, если отдача есть, то ощущение той радости, нужности, и, не знаю, общения, наверное, нигде такого нет. День учителя – пожалуй, единственный профессиональный праздник, который со школьной скамьи знают и помнят все. Самые нужные слова поздравления в этот день найдут сами учителя для своих коллег. Хорошего настроения, чтобы на работу ходили с удовольствием. Кто-то из актеров говорил, как мне в жизни повезло. Я занимаюсь любимым делом, еще мне за это деньги платят. То есть вот это ощущение творчества, чтобы оно их не покидало. И самое главное, что хотелось бы пожелать, это гармонии, душевного спокойствия именно в семье. Потому что если человек знает, что с его близкими, родными, все замечательно и хорошо, тогда, наверное, может прийти и сказать дети, не кривя душой, сказать о том, что я отдаю свое сердце детям. Субтитры создавал DimaTorzok